Рассказ Александра Грина Они только что покинули дорогой ресторан, там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюрюленского театра. Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком, лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа. — Стильтон, — брезгливо сказал толстый дентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью, он пьян или умер. — Я голоден, и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. Это был обморок. — Реймер, — сказал Стильтон, — вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом — делать из людей игрушки. Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал. Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб. А Стильтон при одобрении толпы и при помощи полисмена усадил беспризорного человека в кэп. Экипаж направился к одному из трактиров Гайи-стрита. Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанной в семье Лесничева. Кроме начальной школы он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер. Взрослые дети Лесничева уехали, кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу. И Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в Трафсире. От 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастье в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити. Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой. Но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии. Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил «Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте, я выдаю вам 10 фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от 5 до 12 ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит, назначен ей срок, вы, от 5 до 12, не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и если вы согласны так поступить, я буду ежемесячно присылать вам 10 фунтов. Моего имени я вам не скажу. «Если вы не шутите», — отвечал их страшно изумленным предложением, — «то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое мое благоденствие?» «Это неизвестно. Может быть, год, может быть, всю жизнь. Еще лучше. Но смею спросить, для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?» «Тайна», — ответил Стильтон, — «великая тайна. Лампа будет служить сигналом для людей и дела, которых вы никогда не узнаете ничего». «Понимаю. То есть, ничего не понимаю». «Хорошо. Гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой». Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались вполне довольны друг другом. Прощаясь, Стильтон сказал, «Напишите до вас требования так. Три, тридцать три, шесть. Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год, словом, совершенно неожиданно внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как я объяснять не имею права. Но это случится. «Черт возьми!» пробормотал Ив, глядя вслед к Эбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. «Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный, наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина». Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома номер 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме. Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара. Потом Стильтон сказал, «Так вот, милейший Реймор, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там за окном сидит дурак, дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума, но будет ждать сам, не зная чего. Да вот и он». Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в получему улицы, как бы спрашивая, «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет? Однако вы тоже дурак, милейший», сказал Реймор, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. «Что веселого в этой шутке? Игрушка, игрушка из живого человека», сказал Стильтон. «Самое сладкое кушанье». В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями. Кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона. Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов. По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул. А проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги. «Так вот, как пришлось нам встретиться», сказал доктор, серьезный высокий человек с грустным взглядом. «Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон?» «Я Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда». «Тысяча чертей», пробормотал, вглядываясь Стильтона. «Что произошло? Возможно ли это? Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?» «Я разорился. Несколько крупных проигрышей, паника на бирже. Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы? Я несколько лет зажигал лампу», улыбнулся Ив. «И вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяно я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил, что надо изучить, чтобы сделаться доктором? Ответ был насмешлив. изучить и математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и так далее. Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память. К тому времени я уже два года жег зеленую лампу. А однажды, возвращаясь вечером, я не считал нужным, как сначала безвыходно сидеть дома семь часов. Увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно, не то с досадой, не то с презрением. Ив, классический дурак, пробормотал тот человек, не замечая меня. Он ждет обещанных чудесных вещей. Да, он хоть имеет надежды, а я, я почти разорен. это были вы. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне года через полтора сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком. Ив вынул часы. Десять часов. Вам пора спать, сказал он. Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне. Быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории, записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте хотя бы спичку. Прозвучал рассказ Александра Грина «Зеленая лампа» в исполнении Василия Бочкарева. Запись из фондов радио. Редактор субтитров